Романтическая история сотрудника Министерства Смерти, который учится танцевать, чтобы покорить свою деву и управляет тенями, чтобы выполнить задание Министерства – доставлять людям смерть. Да, вы правильно поняли, речь пойдет о смерти, в этой 3D головоломке, где смерть танцует, люди умирают, а любовь продолжает жить. Что ж, встречайте игру Феликс Зе Риппе, где есть Министерство Смерти, в котором работает Феликс, и Министерство Жизни, в котором работает его дама Сердца Бетти. Они полные противоположности и не могут жить вместе. Однако Феликс смекнул, что транспортная сеть у обоих министерств одинаковая, а значит есть шанс натолкнуться на любимую и хотя бы несколько минут провести с ней наедине. Феликс надеется, что оказавшись в мире людей под личиной мрачного Жнеца, он обязательно встретится с ней. И вот теперь задача Феликса виртуозно устранять людей, обрекая их на смерть, причем их гибель должна выглядеть как несчастный случай или самоубийство. Все миссии выполняются под четким инструкциям небесной канцелярии и за этим следит куратор. А вот чтобы покорить любовь всей своей жизни, он учится танцевать. К тому же есть одно неотъемлемое условие – Феликс всегда должен оставаться в тени. Мрачному Жнецу не подобает разгуливать под солнечным светом на виду жертв. И вот поскольку Феликс может двигаться только в тени, ему нужно осторожно пробираться по загадочному миру. К счастью, Феликс, как и другие Жнецы, способен управлять солнцем и менять угол падения тени. Так, по темным тропинкам он двигается в мире живых. На первый взгляд все очень просто – вертишь солнце, двигаешься по затемненным клеточкам и добираешься до цели. На первых уровнях ничего сложного, а потом появляются загвоздки, теней которые падают от деревьев в здании ландшафта не хватает для достижения целей. Приходится таскать по клеткам газанки дров, ящики, бочки и даже зверей, чтобы те отбросили тень и открыли путь для главного героя. Сложность в том, что все эти предметы нужно грамотно расставить, чтобы не зайти в тупик и не отрезать пути для следующих целей. Ведь все должно идти согласно плану министерства. Игра совсем небольшая. Есть пять жертв, пять крупных миссий, которые поделены на этапы, во время которых Феликс должен подстроить финальную гибель своей цели. Добраться до финала сможет любой, кто умеет просчитывать свои действия хотя бы на пару шагов вперед. В начале эпизодов не понимаешь, зачем героя заставляют двигать или переставлять те или иные вещи. Ну что нам даст передвинутая собака, подвешенная на крюк голова или барбекю в монастыре. И лишь в конце видишь, как каждый из элементов складывается в изощренную цельную картину. И остается лишь удивляться, насколько фатальным может быть стечение обыденных обстоятельств. Мне очень понравилось визуальное оформление игры. Главный герой так и вовсе постоянно танцует, а движения выглядят очень реалистично и комично. Авторы покорили меня не только танцами и головоломками, а истинно европейским стилем, артами, анимацией, юмором и даже повествованием. Также очень интересная механика с переключением направления солнца и падающими тенями. Не мне судить станет эта игра популярна или нет, но мне хотелось бы увидеть продолжение, а может быть и сиквел с участием Феликса и Бетти. Если вы любите головоломки, обратите внимание на Феликс The Ripper. Это хорошая игра и достойный представитель своего жанра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова